Привет! Рада приветствовать вас на канале Шик. Меня зовут Ксения Вебер, я косметик-эстетист, двукратный победитель в номинации «Эксперт идеальной кожи» выставки Интершарм. Я сегодня буду рассказывать вам о продуктах для тела. У нас будет интересный разговор в контексте ухода за телом, потому что здесь, например, мы поговорим и о микробиоме в том числе. Если вы не знаете, что такое микробиом, пожалуйста, оставайтесь и смотрите это видео до конца. Конечно, ссылки на все продукты, которые я буду упоминать в этом видео, вы найдете в инфобоксе, и мы будем рады видеть вас в интернет-магазине Шик. Мы с вами сегодня поговорим, казалось бы, всего о трех продуктах, но на самом деле они составляют полноценную гамму ухода, особенно если мы будем опираться на состав таких продуктов. Что самое главное в уходе за кожей тела вообще? Есть ли какие-то специфические особенности у кожи тела, которых нет, например, у кожи лица? Да, такие особенности есть. Начнем с того, что кожа человека на теле, она толще. Например, в эпидермисе пять слоев против четырех слоев на лице. На лице отсутствует блестящий слой, в то время как на коже тела он есть. Роговой слой кожи тела, он гораздо толще. Для того, чтобы ответить себе на этот вопрос и понять, что это такое, давайте приведу простой пример. Вы можете делать массаж сухой щеткой по коже тела, но вы ни в коем случае не можете этой же самой щеткой тереть лицо. То есть представьте себе, насколько повышается абразивность и травматичность. То, что прощает вам тело и позволяет вам тело, и то, что тело считает полезным, не простит ни в коем случае кожа лица, кожа шеи и кожа декольте. Потому что совершенно другое устройство, другая толщина, другая чувствительность. Так выработался механизм эволюционно. Но тем не менее, когда мы говорим о коже тела, некие общие положения с кожей лица здесь тоже есть. Кожа нашего тела, она защищена одеждой, в отличие, кстати, от кожи лица. Но кожа тела, так же, как и кожа лица, может быть очень реактивной. Ее можно пересушить, например, некачественным гелем для душа. Можно нанести ей травмы, можно кожу растянуть. Очень часто мы на теле видим отеки, особенно в зоне скопления жировых отложений. И очень полезно с этими отеками бороться. В хорошей косметике для тела они должны быть. Те компоненты, которые обеспечивают дренажный эффект. Ну и, конечно, понятие микробиома актуально как для кожи лица, так и для кожи тела. Что такое микробиома, о которой мы сегодня вам будем говорить? Слово это вы видите на упаковке средств бренда ШИК. Микробиом – это наша флора. Это те бактерии, которые населяют поверхность нашей кожи. По разным источникам количество бактерий, их суммарный вес в нашем организме достигает 3 килограмм. Поэтому, если вы, девочки, думаете, что это жир, вы поднабрали, нет, всем говорите, что это бактерии. На самом деле, кроме шуток, микробиом очень влияет на то, как функционирует наша кожа, как она выглядит. Если у вас кожа патологически сухая, ни о каком нормальном микробиоме не может идти и речи. Если у вас кожа проблемная, например, у некоторых бывает на спине очень много высыпаний, на руках есть высыпания, на груди, кто-то страдает фолликулитом, у кого-то есть псориаз, экзема, дерматиты на теле. Ни о каком здоровом микробиоме не может быть и речи. Здесь нужно тщательно и деликатно ухаживать за кожей. Подбирать только качественные косметические средства. Нормальная кожа, красиво выглядящая, мягкая, увлажненная. Вот здесь мы имеем все шансы рассчитывать на то, что микробиом здоров. Микробиом это наши друзья, это те товарищи, те соратники, которые защищают нашу кожу от воздействия каких-то пришельцев иноземных, каких-то гостей незваных извне, каких-то вредных представителей флоры, патогенов, вирусов. Если микробиом наши защитники здоровы, численность их велика, значит они придут нам на помощь, и мы даже не заметим, что оказывается мы были под угрозой. Была атака, например, какого-то аллергена или вируса, потому что хорошие бактерии с этим справятся. Вы скажете, я чувствую себя хорошо, моя кожа красива, у меня нет излишней жирности, нет излишней сухости, нет каких-то высыпаний, дерматозов, значит я могу не пользоваться косметикой для того, чтобы улучшать свой микробиом. На самом деле это не так. Опытные косметологи, врачи-дерматологи говорят о том, что современному жителю мегаполиса нужно хотя бы одно средство в арсенале иметь, которое бы укрепляло микробиом кожи. Попросту говоря, есть ли у вас какие-то проблемы с кожей или нет, испытываете вы дискомфорт или нет, если вы живете в крупном городе, а не где-нибудь на хуторе, ваш дом стоит одинокий в лесу, то вы должны использовать косметику для укрепления микробиома. То есть эта линейка для всех. Вот так долго говорила, а вывод какой. Итак, что же входит в эту линейку? Гель для душа, скраб и крем для тела. Сразу же хочу сказать, что эта линейка, это услада не только для тела, и вы получите не только мягкую, здоровую, упругую кожу. Это настоящая спа-терапия. У всей линейки восхитительный, нежный, тонкий, совершенно ненавязчивый аромат, который вас расслабляет. Приятно принимать душ, например, с таким гелем, воспользоваться скрабом. Сейчас обо всем подробно расскажу, потому что помимо ароматерапии, помимо тех потрясающих текстур, которые вы используете, здесь еще и польза большая. Ну вот, например, гель для душа. Объем у него 250 мл. Вы увидите в описании к этому гелю, что здесь содержится биолин. Это мощный косметический пребиотик. Биолин представляет из себя комплекс полисахаридов растительного происхождения. Поэтому, когда вы будете смотреть состав этого средства, не удивляйтесь, пожалуйста, что никакого биолина там в помине нет. А вот зато полисахариды, которые вы можете видеть практически на первых местах, это он и есть. Это комплекс. Например, инулин, который вы видите в составе, в этот комплекс и входит. Биолин – компонент хороший тем, что он очень избирательно действует. Он подкармливает наших хороших и уменьшает численность плохих. Такая получается интеллектуальная выборочная система действия. Но это еще далеко не все, что есть в этом геле для душа. Сюда входят ягоды асайи. Ягоды асайи – восхитительный адаптоген. Может быть, вы слышали эту прекрасную легенду, которая имеет много общего с действительностью, что те люди, которые собирают ягоды асайи с пальм в тех регионах, в которых она произрастает, имеют потрясающую нежную кожу рук. И действительно, ягоды асайи действуют таким образом. Помимо того, что они адаптогены, что это значит? Это значит, что эти продукты помогают нашей коже сопротивляться, противостоять каким-то негативным, пагубным явлениям окружающей среды. Особенно это актуально летом сейчас. Так еще и ягоды асайи являются непроизойденным нутрицептиком и антиоксидантом. Они действительно являются источником очень важных витаминов, элементов для нашей кожи. Сюда же входят маслоорганы. Вы знаете, что маслоорганы называют жидким золотом. Из-за его потрясающих качеств питать и восстанавливать кожу в данном случае, но и на волосы, конечно, маслоорганы хорошо действует. Клюква. Клюква – естественный природный антиоксидант. И у клюквы есть очень интересное свойство. Она в косметике может выступать как естественный консервант, тем самым уменьшая надобность использования в косметическом средстве консервантов химического происхождения. Что, согласитесь, для нас очень полезно. Глицины, сои кожу смягчают, увлажняют. Соя содержит изофлавоны, которые оказывают очень положительное действие на кожу эстрогенодефицитную. Например, у женщин в период менопаузы. Поэтому и для зрелых женщин этот гель для душа прекрасно подойдет. Здесь содержится кофеин. Он и антиоксидант. Он и помогает снимать отечность. У геля для душа изумительный аромат, как я уже сказала, и очень приятная консистенция. Он сделан на основе деликатных павов, поэтому никакого пересушивания после применения вы не почувствуете. Нежная-нежная консистенция текучий гель. Жемчужина, вишенка на торте. Мой личный фаворит. Называйте, как хотите. Это вот этот вот потрясающий скраб. Это скраб на основе морской соли. Сама по себе морская соль, вы знаете, она источник очень важных микроэлементов. И многие люди, у кого есть возможность, поезжают к источникам, к воде, которая богата солью. Будь то соль в мертвом море или, может быть, какие-то другие источники, потому что соль на кожу действительно имеет облагораживающее действие. Помимо того, что соль делает кожу очень мягкой, помимо того, что соль действительно механически помогает отшелушивать кожу, она сама по себе еще и кожу насыщает вот этими необходимыми элементами. Кожа начинает функционировать по-другому. Опять же, очень многих людей, у которых есть какие-то дерматозы, принимая соляные ванны, используя соль в душе, они видят большую разницу. Конечно, это далеко не все. Сюда входит целый комплекс водорослей. Настоящий комплекс. Водоросли, опять же, безусловно, они источники важных элементов для кожи. Витаминов группы В, например. Но водоросли еще, помимо всего прочего, активно дренируют и снимают отечность. Если у вас есть такая проблема, как отекающие ноги или, например, целлюлит, это продукт для вас, который в комплексе окажет нужное действие. Что мне нравится у этого скраба? Это фантастический аромат. Скраб очень плотный. Вы только посмотрите на него. Если у вас кожа очень тонкая и чувствительная, наносите скраб на хорошо смоченную кожу, потому что иначе шлифовка будет очень интенсивной. Но скраб совершенно изумительный. Кожа после него мягкая, нежная. Вот эти кристаллы соли, которые вы сейчас видите, они находятся в комплексе масел еще к тому же. Поэтому, когда вы этот скраб смываете с кожи, кожа уже гладкая, напитанная. По желанию в этот день, например, вы можете не наносить крем. А масла-то какие? Это и жижаба, и макадамия, и почули, и масла цитрусовых, которые, опять же, очень хорошо влияют на кожу отечную, пастозную, на кожу с целлюлитом. Не скраб, а блаженство. Мой личный фаворит. Любителям легких текстур, но при этом увлажненной, гладкой, ровной кожи, понравится вот этот вот крем для тела. Крем для тела у нас все с тем же пребиотиком Биолином, о котором я рассказывала вам, когда мы говорили сегодня о геле для душа. То есть это тот комплекс, который обеспечивает здоровье микробиома кожи. А здоровой кожи без здорового микробиома, извините за каламбур, не бывает. Поэтому об этом нужно обязательно заботиться. Помимо всего прочего, сюда входит неоцинамид, витамин В3. Неоцинамид очень хорошо влияет на кожу вообще. Он принимает участие в важных процессах. Например, неоцинамид помогает коже синтезировать свои собственные липиды, что очень важно. Неоцинамид положительно влияет на кожу с пигментацией. Если, например, сейчас, когда солнечная активность велика, у вас появилась пигментация на коже декольте, у кого-то на руках, на спине, обратите, пожалуйста, внимание на этот продукт. Неоцинамид в комплексе с биолином окажет свое положительное действие на тех, у кого есть гусиная кожа или фолликулит, у кого есть акне на спине, на груди, на руках. Это тоже вариант ухода для вас, особенно если вы для лечения акне пользуетесь чем-то очень агрессивным, и микробиом нужно обязательно восстанавливать. Если кожа нуждается в увлажнении, что здесь для этого? Во-первых, сорбитол, он помогает аккумулировать влагу на поверхности кожи, и опять же сюда входят ценные масла. Органа, олива, ягоды асаи, гель алоэ вера. И мне очень нравится, я с этого начала, легкая текстура у этого лосьона, у него совершенно ненавязчивый запах. Не переживайте, пожалуйста, что, например, он перебьет запах вашего парфюма, это тоже очень важно. Очень быстро впитывается крем, и можно сразу надевать одежду. Посмотрите, какой он. Я даже при попытке распределить его по коже, он пытается ускользнуть, стечь, потому что он наилегчайший совершенно. Специально разработан продукт для того, чтобы вы могли в том числе делать и макияж по телу, потому что такие виды макияжа тоже бывают. И для спортсменов, и для представителей боди-арта. Вот по этому продукту вы совершенно спокойно, когда он впитается, можете делать все, что хотите. Ну, а для нас с вами, кто не участвует в таких видах деятельности, этот крем все равно очень пригодится, потому что не чувствовать липкости, не чувствовать жирности, чтобы ничего не прилипало ни к ногам, ни к рукам, не оставлять нигде отпечатки на поверхностях от этого крема. Это очень и очень важно. Я такой крем второй не знаю с настолько легкой текстурой, поэтому обратите на него внимание. Посмотрите, как долго мы сегодня с вами говорим, казалось бы, всего лишь о средствах для тела. Но на самом деле хорошие продукты по уходу за телом – это тема бездонная. Я очень рада была сегодня рассказать вам о линейке по уходу за телом от бренда Шик. Я считаю ее очень достойной и, честно говоря, не знаю ей аналогов. Все ссылки на эти продукты вы найдете внизу в инфобоксе. Любой из этих продуктов можно приобрести в интернет-магазине Шик. Спасибо, что были со мной. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, вопросы. Мы обязательно будем их учитывать при формировании тем для следующих видео. Ну и увидимся на канале Шик. Пока!